В Кемеровской области, на Кузбассе, при проведении поисково-спасательных работ погибли 5 горноспасателей отделения, военизированные горноспасательной части МЧС России. Горноспасатели, как и шахтеры, выполнили свой долг до конца. Погибшие горноспасатели награждены орденом мужества посмертным. 8 сентября 2021 года, во время проведения межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайной ситуации, при исполнении служебного долга, спасая человека от трагических погибли, глава МЧС России, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев. Указом президента Российской Федерации 9 сентября 2021 года, за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. И сегодня мы вспоминаем опавших товарищей. Спасибо, прошу садиться. Приятно видеть мне сие собрание. Отрадно, что здесь, в граде Петрова, сия ассамблея собралась. Добро пожаловать, милостившие господа, в град Петру. Мы рады видеть вас. Ваш ратный труд царям российским ведом. Он архиважен в мире без прекрас. Что ж, позвали нас не просто так. Сегодня мы с Екатериной Алексеевной церемонию награждения проведем. За вас порадуемся, да вместе повеселимся. Дорогие коллеги и друзья, созвездие мужества – это преемственность. Преемственность поколений, преемственность традиций. Созвездие мужества – это память от министра до спасателей. Сегодня на Кузбассе все православные церкви заказали молитву в честь события 9-дневной утраты наших однополчан. Созвездие мужества – это диктатура профессионализма и чествования лучших из лучших. Созвездие мужества – это улыбка МЧС России. Созвездие мужества – это и песня. Позвольте поблагодарить всех, кто принимает в этом участие. Поблагодарить всех, кто состязался и вышел, и кому предоставлено право выйти на эту сцену в этом великом городе. Я вас всех искренне благодарю и желаю торжества жизни. Наша профессия – смертью смертью права. Спасибо. Победитель номинации – пожарный спасатель 65-й пожарно-спасательной части 11-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления ЧС России по Республике Катарстан старший сержант внутренней службы Владимир Кожеванов. Пока мы должны иметь идеальное здоровье, иметь хорошую физическую подготовку, должен быть сильным, быстрым, смелым, решительным, быть морально-психологически подготовленным к этому. Кто хочет выбрать эту профессию, я посоветовал бы подойти к этому осознанному. И, друзья, лучшим пожарным в Российской Федерации 2021 года становится Гожеванов Владимир Ильич, Главное управление ЧС России по Республике Катарстан. Я и пожарным только кто-то в соревнованиях, участвовал в нужных соревнованиях, в атлетических соревнованиях, поэтому все дает свои главные результаты. КОНЕЦ Наши министерства служат каждому гражданину России и дают уверенность в том, что человек не останется один на один с бедой. А справиться с этой бедой поможет лучший спасатель МЧС России. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Профессия горно-спасателя обязывает людей иметь стальной характер. Номинация «Лучший горно-спасатель». Победитель номинации. Респираторщик 2-го класса военизированного горно-спасательного отряда быстрого реагирования, федерального государственного газенного учреждения дополнительного профессионального образования, национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки для спасателей «Лучший горно-спасатель». Следующая реминация «Лучший начальник караула». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Следующая номинация этого блога «Лучший спасатель-кинолог МЧС России». Победитель номинации. Спасатель 2-го класса казанского поисково-спасательного отряда, филиалы федерального государственного газенного учреждения, Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, Святослав Яковлев со своим верным другом поисково-спасательной собакой породы Графхар, по кличке Грета. АПЛОДИСМЕНТЫ В рамках фестиваля сегодня. состоится еще одно награждение. Ежегодно в конкурсах участвуют лучшие образовательные организации в системе МЧС России, демонстрирующие передовой педагогический опыт и высокие показатели качества образования. Номинация «Лучшая образовательная организация высшего образования МЧС России». Победитель номинации Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, начальник университета, генерал-лейтенант внутренней службы Богдан Васильевич Кавкалюк. Уважаемые гости, победители номинации, просим вас делать общее фотографирование на память. у Yahweh, еще раз удач sistemi, дай, дай консовый песен сам. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Что это значит? Это значит, что мы, используя элементы искусственного интеллекта в цифровой трансформации, видим те угрозы, которые могут возникать на территории Российской Федерации. Для того, чтобы выполнить эту задачу, центрами управления в кризисных ситуациях переведено в цифровой формат более 1 миллиона паспортов безопасности. Кроме этого, используя современные технологии космический мониторинг беспилотной авиационной системы, только в этом году составлено более 4,5 тысяч моделей на основе форта фотопланов. Какой результат? По всем северным рекам в период весеннего половодия в этом году я их назову Якутия, Токолыма, Алызея, Индигирка, Яна, одна из больших северных рек Лена, далее Енисей, Об, Северная Двина и Печорок. Впервые в истории не было подтоплено ни одного жилого дома. Ни один человек не пострадал. Это работа в центрах управления в кризисных ситуациях, которые доводят, которые оповещают, которые делают расчеты на применение сил и средств территориальных и федеральных сил РСЧС. И сегодня в номинации лучший работник центра управления в кризисных ситуациях мы его и будем благодарить. Авиация. Более 15 тысяч часов налет нашей авиации сегодня. Министр внутренних дел Греции прислал письмо поощрить летчиков, экипажа самолета «Видвести» от завода «Бериева», который по договору выполнял задачу и за одну заправку они совершили более 50 заборов. Работая в Якутии, наши летчики за одну заправку брали 63 раза воду из озер и сбрасывали ее на очаги пожара. 125 населенных пунктов было защищено работой этих экипажей. 135 тонн было сброшено воды и специальной воды для ликвидации пожаров. Это героизм наших летчиков. Для них нет плохой погоды, у них есть одна задача – вовремя спасти. Такие задачи решают наши герои в нашем министерстве. Кроме этого, гражданская оборона, конечно, это очень сложный класс работы нашего министерства. Он требует работы в особом напряжении не только коллектива, который занимается этим вопросом, а всего министерства и всей системы, которая имеется у нас в стране. И они успешно справляются. Также переводят на направление безопасности всю эту систему. Вот этих героев мы вместе и будем сегодня чествовать. Спасибо. Спасибо большое за вашу управление. Вы можете сказать... Анатолий Анатольевич, что делать? Анатольевич, что делать? Аплодисменты за свою персону. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уреждение Южно-авиационно-спасательный центр МЧС России Олега Цюнатов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 8.26 Федерального государственного бюджетного учреждения Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Капитан Владислав Тенк. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, начальника управления гражданской обороны и защиты населения Максим Стадник. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить всех сотрудников МЧС за то понимание, с которым они относятся к работе журналистов. На всех чрезвычайных событиях, которые происходят, рядом с вами работают журналисты. Они выполняют тоже свой долг, этот долг и эта работа важны для того, чтобы весь народ нашей страны знал о том, как работает МЧС, о том, что МЧС всегда рядом с нами, и особая благодарность исполняющим обязанности министра Александра Петровича за понимание нашей работы. Спасибо огромное. И пожелания, скоро Новый год. Мы пресса, мы медиа живем, конечно, с событий. Но я бы хотел в этот день, чтобы никаких событий не происходило, тех, которыми занимается МЧС, чтобы все сотрудники МЧС, и на этом министра и дом спасателя, могли спокойно встретить эту ночь дома, без цепи событий. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы объявляем номинацию «Лучший врач МЧС России». Победитель номинации врач-хирурга Жогового отделения Федерального государственного бюджетного учреждения Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России Александр Решков. АПЛОДИСМЕНТЫ Номинация «Лучший психолог МЧС России» Победитель номинации Старший психолог-инспектор Отдела медико-психологического обеспечения Управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России Похоты-Мансийскому автономному округу Югре Старший лейтенант внутренней службы Ольга Кириллова АПЛОДИСМЕНТЫ Мужчина, ну подержите девушку! Это что-то слабого-то как-то, а! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Номинация «Лучший сотрудник подразделения Надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России» Победитель номинации Старший инспектор отделения Надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы номер один Управление надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Алтайскому краю Капитан внутренней службы Оксана Крутилина Итак, последняя номинация в этом блоке Она мне очень дорога, между прочим У меня первое образование рулевый моторист Поэтому я был морячком рулевым Поэтому для меня это место очень важно Лучший государственный инспектор по маломерным судам Победитель номинации Старший государственный инспектор по маломерным судам Руководитель инспекторского отделения по Старорусскому, Бахтинскому и Панторскому районам Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Новгородской области Алексей Кондратьев Хорошо, поздравляю вас Аплодисменты 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 Награждение Николай Николаевич упомянул о том, что не все профессии МЧС России сегодня будут представлены на этой сцене Конечно, созвездие мужества Это еще и про работников юридических служб МЧС, которые празднуют сегодня праздник День юриста Это совершенно точно про работников кадровых органов Про наших финансистов, без которых мы ничто Без работников тыла, без строителей, без связистов Без руководителей и работников пресс-службы Многих-многих других профессий, объединенных под знаменем МЧС России Какое же качество объединяет всех этих людей, кроме мужества, вынесенного сегодня в заглаве фестиваля? Это чувство называется любовь Любовь к родине Любовь к профессии Любовь к матери, к семье, к женщине Но прежде всего Любовь к человеку и любовь к жизни Ибо не обожая эту жизнь, не любя ее, невозможно отдать свою жизнь В жизни другого человека Основатели министерства, Сергей Куркетович Шойгу и Иральевич Воробьев Оставили нам замечательное понятие Которое и сегодня идет с нами Его очень часто употребляют Александр Петрович Уприян Исполняющий обязанности министра Когда хочет сказать о том, чего нам не хватает Для того, чтобы смотреть в будущее Это понятие, взгляд за горизонт Что там, за этим пределом, куда упирается человеческий взор Что за горизонтом может знать только Господь Бог И немножко те люди, кто поднимаются сегодня на сцену И являются гордостью министерства Спасибо вам, уважаемые коллеги За то, что вы лучшие в своей профессии Победитель номинации Начальник группы отдела аварийно-спасательных водолазных работ Управление первочередних аварийно-спасательных работ В зонах чрезвычайных ситуаций Федерального государственного казенного учреждения Центра по проведению спасательных операций особого риска Лидер майор Дмитрий Лемасов Номинации Начальник спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Федерального государственного казенного учреждения Уральский учебно-спасательный центр МЧС России Капитан Андрей Саримов АПЛОДИСМЕНТЫ Победитель номинации. Заведующая кафедры высшей математики и системного моделирования сложных процессов Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России кандидат педагогических наук АЦЕН Елена Трофимец. Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России за научные и технические разработки. Победитель номинации. Авторский коллектив проекта «Доморова» и Академия гражданской защиты МЧС России. Руководитель проекта Нариль Салеев. Представляет проект заведующей кафедрой спасательных и работотехнических средств Академии гражданской защиты МЧС России Сергей Носков. Академия гражданской защиты МЧС России Аплодисменты! Аплодисменты! Пока я ходить умею, пока вертеть я умею, Пока я решать умею, я буду идти вверх. Песня «Доморова» и Академия гражданской защиты МЧС России Сквозь пули она пройдет. Песня прийдет и взрослой полет, Меня в мое сердце тревожную дай зовет. Песня прийдет и взрослой полет, Моя церемония не обвиняется закрытой. Простите. С вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч.